Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И нахожусь в розах, потому что они отцветают. Июль месяц... Нет, они еще не совсем отцветают. Проходит первая волна цветения для некоторых сортов. И, конечно же, надо поторопиться с обрезкой. Самое главное, что надо сделать после первой волны цветения, это правильно обрезать. Никогда не надо просто вот так вот обрезать, а надо обрезать, если это вот в случае с такой группой роз, то мы обрезаем до первого настоящего листа на побеге. Все эти цветочки должны быть удалены вместе с частью черенка, с частью побега. И так поступаем со всеми последующими. То есть основное обрезка правильная соцветий до первого настоящего листа, без того, который несет цветы. И в дальнейшем подкормка, конечно же. Подкормка будет заключаться в том, чтобы восполнить вот эти элементы, которые растение затратило на основное цветение. И сделает задел для повторного цветения, что характерно для большинства сортов и видов и групп роз. Еще всенепременно я рекомендую произвести такую листовую подкормку. Назовем это коктейлем. Мы смешаем циркон с цитовидом, либо цитовид смешаем с эпином. Берем цитовид-ампулу, берем 15 капель эпина и разводим это в 2 литрах воды. Размешали и опрыскиваем по листьям. Опрыскивание лучше, конечно, произвести не в яркую солнечную погоду, лучше утром. Конечно же, после предварительного полива, все равно, несмотря на то, что мы производим подкормку по листьям. Затем следующий коктейль это цитовид и циркон. Циркона уже мы возьмем 8 капель. Размешаем тоже с 2 литрами воды и обрабатываем. То есть, либо этак, либо этак. Это очень хорошая такая подкормочка. Она начнет работать через 2-3 часа, в зависимости от погодных условий. И сразу же пойдет поступать эти минеральные вещества в листовую пластинку и дальше по тканям. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, повысить иммунитет, сопротивляемость. Для того, чтобы уже постепенно начало растение готовиться, несмотря на то, что сейчас всего лишь июль месяц, середина июля. Чтобы оно уже начало думать о том, как ему уходить в спячку. Это уже не так уж и далеко. И для того, чтобы предотвратить различные заболевания. Потому что, как ни крути, все равно в Беларуси ночью уже становится попрохладнее. Не то, чтобы они холодные, но попрохладнее. И иногда, когда большое количество либо осадков, либо неконтролируемый такой неграмотный полив, питательные вещества, мокрые, и в зависимости еще от состава почвы, от кислотности, питательные вещества плохо поступают, либо не поступают в лесовую пластинку. Ну, так вот эти вот коктейли, они все приводят в такой баланс, и растение начинает просто оздоравливаться. Это такая вот подпитка по листу. Из удобрений, чтобы вам там не смешивать с положки различных-различных удобрений, то я вам порекомендую фертику цветочную. Там хороший сбалансированный состав. Либо нитроамофоску с любым содержанием азота, либо 16, либо 8, или 6. Очень своевременно будет сейчас ее произвести. И после этого мы, конечно, наблюдаем за нашими растениями, чтобы вдруг пойдут какие-то задождит, и не появилась мучнистая роса, мы не пропустили очаги, сразу же гасим. Ну и вот и весь уход. Если растение маленькое, поливаем мало, если растение большое, поливаем много. Одного раза в засушливый период в неделю нам будет достаточно. Ну, а если идут дождики, то раз в две недели будет хорошего полива тоже достаточно. Поэтому прислушивайтесь моих рекомендаций. Спасибо за внимание. До новых встреч.